Решите треугольник по двум сторонам А равным 14 сантиметрам, Б 8 сантиметрам и углу гамма 38 градусов между ними. Для начала запишем наши условия. Сторона А равна 14 сантиметров, сторона Б равна 8 сантиметров, угол гамма равен 38 градусов. Найти недостающие элементы. Сторона С неизвестна, угол бета неизвестен и угол альфа неизвестен. Для решения данной задачи нам необходима теорема косинусов. Квадрат стороны треугольника А квадрат равен сумме квадратов двух других сторон, Б квадрат плюс С квадрат. Минус удвоенное произведение этих сторон 2БС умножить на косинус угла между ними, а косинус угла альфа. Теорему косинусов необходимо знать. Воспользуемся теоремой косинусов и найдем недостающую сторону, сторону С. Для этого воспользуемся теоремой косинусов. Квадрат стороны С будет равен сумме квадратов двух других сторон, А квадрат плюс Б квадрат, минус удвоенное произведение этих сторон, 2 умножить на А и на Б, и на косинус угла между ними, на косинус угла гамма. Тогда сторона С будет равняться корень квадратный от А квадрат плюс Б квадрат минус 2 умноженное на А, Б и на косинус угла между ними, на косинус угла гамма. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда сторона С будет равняться А квадрат это 14 в квадрате плюс Б квадрат это 8 в квадрате минус 2 умножить на 14 умножить на Б 8 и на косинус угла между ними, на косинус гамма. Гамма равняется 38 градусов. И все это под корни. Посчитав мы получаем, что сторона С равна 9,1 сантиметра. Найдем оставшиеся углы. Для начала найдем угол Альфа. Для этого напишем теорему косинусов для стороны А. Тогда у нас получается сторона А квадрат будет равняться сумме квадратов двух других, Б квадрат плюс С квадрат, минус удвоенное произведение этих сторон, 2 умножить на БС и на косинус угла между ними, на косинус угла Альфа. Преопрозуем полученное выражение. Перенесем слагаемое с косинусом влево, а все остальное вправо. Тогда мы получаем 2 умноженное на БС и на косинус угла между ними, на косинус угла Альфа, будет равняться Б квадрат плюс С квадрат минус А квадрат. И выразим отсюда косинус угла Альфа. Тогда косинус угла Альфа будет равен Б квадрат плюс С квадрат минус А квадрат, знаменатель 2БС. Подставим сюда наши данные. b квадрат это 8 в квадрате плюс c квадрат c мы ранее нашли это 9 целых 1 десятая это в квадрате минус а квадрат а квадрат это 14 в квадрате знаменатель 2 умножить на b это 8 множить на c 9,1 посчитав мы получаем что косинус угла альфа будет равен минус 337 тысячных раз мы знаем косинус угла альфа мы можем найти угол альфа угол альфа вытром арк косинус от минус 337 тысячных посчитав мы получим что угол альфа будет равен 110 градусов найдем третий угол угол бета для этого нам нужно рассмотреть теорему косинусов для стороны b тогда мы получаем что b квадрат будет равняться а квадрат плюс c квадрат минус 2 ac на косинус угла между ними на косинус угла бета также как и ранее вырезfs PCR с косинусом тогда у нас получается два а c на косинус угла бета будет равнится а квадрат плюс c квадрат минус b квадрат и выражаем отсюда косинус угла бета тогда косинус бета будет равнится числитель а квадрат плюс c квадрат минус 2 sa знаменатель 2 акс и подставить сюда наши значения когда мы получаем а квадрат это 14 в квадрате плюс c квадрат это 9,1 в квадрате минус b квадрат b квадрат это 8 в квадрате знаменатель 2 умножить на а это 14 на c это 9,1 посчитав мы получаем что косинус бета будет равен 843 тысячных а если мы знаем косинус мы можем найти угол тогда угол бета будет равен арк косинус от числа 843 тысячных используя таблицу брадисона или калькулятор мы получаем что угол бета будет равен примерно 32 градуса запишем ответ угол альфа равен 110 градусов угол бета равен 32 градуса и сторона c равна 9,1 сантиметра задача решена спасибо за внимание не забывайте подписываться на наш канал и ставь большие пальцы вверх